Привет, ребята! Всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия Прелл, и на этом канале мы говорим о косметике и красоте. И в этом видео мы поговорим с вами о новом запуске от Pat McGrath. Она вышла с палеткой, которая называется Hitopian Bream. Я ее купила, естественно, я стараюсь сделать так, чтобы в моей коллекции палеток Pat McGrath становилось больше и больше. Мне нравится ее формула. И помимо палетки, она вышла еще с вот такой волшебной палочкой, которая называется Intensifies. Это призвано сделать тени гораздо более интенсивными на глазах. Мне уже не терпится посмотреть и поиграться с этой волшебной палочкой, посмотреть, как она себя вообще ведет. Действительно ли тени могут стать интенсивнее, чем без ее? Итак, насчет доставки и заказа с сайта Pat McGrath. Я не прям большой фанат заказа с сайта Pat McGrath, потому что у нее так странно получается, что она отправляет посылки быстрее тем, кто живет в центре США, да, потому что Нью-Йорк. Но если вы живете в Калифорнии или если я живу во Флориде, да, то посылки идут гораздо-гораздо дольше. И вот ко мне она пришла через, по-моему, 4 или 5 дней после заказа. И всегда ко мне приходят мои заказы с сайта по четвергам. Вот ни раньше, ни позже. Зато каждый раз, когда вы делаете заказ с сайта Pat McGrath, вы можете получить 10% скидку. Это вот всегда. И это круто, потому что если в Сифоне покупать это, то, конечно, никакой скидки, бам, не дадут. Поэтому это классно, что можно немножко сэкономить деньги, заказав с ее сайта. Давайте поговорим теперь о том, что я заказала. Посмотрим на свотчи. И перед этим я хочу сказать, что я никогда, наверное, не видела, чтобы Beauty Community настолько выжидала, с чем же будет Pat McGrath. То есть прям каждый гадал, думал, какая же гамма цветовая будет в этой палетке. Потому что когда она, в общем, показывала в картинке всякие такие, в космическом каком-то стиле, с таким акцентом на 80-е, многие очень подумали, что эта палетка будет какой-то другой, она будет яркой, да. И просто посмотрите на упаковку этой палетки. Она смотрится потрясающе, очень-очень красиво. Мне кажется, вот именно из упаковки, из-за картонной упаковки, она очень многих привлекла. Потому что это смотрится невероятно красиво. Есть этот, какой-то стиль 90-х или 80-х. Я вот согласна с этим. Палетка сама выглядит вот таким образом. Обычная базовая упаковка, глянец здесь. И на этой палетке есть этот пластик, который можно оторвать и получить это удовольствие, а я сама. И на прошлой палетке Divine Rose тоже был пластик, что очень здорово. Я никогда его не отрываю, почему-то палетка сделана в Италии. Вне 10 оттенков, как и во всех палетках. И на самом деле, если бы не эта картонная упаковка, сам запуск был бы скучный. Потому что эта упаковка, мне кажется, не очень коррелирует с картонной упаковкой ее запуска. Это мои мысли вслух. Вот таким образом выглядит сама цветовая гамма этой палетки. Очень все красиво смотрится. Мне даже, наверное, нравится эта цветовая гамма чуть больше, чем ее Divine Rose 2. Далее, по поводу цены. Вот цена, я была немножко в шоке, когда я вчера перевела ее цену 125 долларов в рубли. И это действительно почти 10 тысяч рублей. 9 279 рублей. Я как-то до этого не задумывалась о том, как цена эта будет прописана в русских рублях. Но 10 тысяч почти, да? Это, конечно, вау. Это реально очень-очень люксовая цена, мне кажется. Ну, наравне с Наташей Диноной, если в России покупать. Прям нереально много. Итак, ребят, сейчас я покажу вам свочи этой палетки. Что вы понимали, сверху я сделала свочи без использования этого интенсифайера. Снизу я сделала свочи палетки с использованием этого интенсифайера. И слева направо эти оттенки называются Skin Show Nude Ecstasy, Secret Eden, Bronze Desire, Bronze Solaris 005, Astral Venetian Orchid, Extreme Plum Noir, Cosmic Bloom, Shockwave, Blitz Sextreme, Astral Amethyst Moon. Очень красивое название оттенков. Это нельзя отрицать, потому что это правда. Вчера я сделала, кстати, на сайте Fatma Grass, и я себе выписала, из каких оттенков состоит эта палетка. Так вот, 10 оттенков в общем в этой палетке. Три из которых являются шиммерами. А именно, Secret Eden, Shockwave, Extreme Plum Noir. Далее мы видим один шиммер, который называется Skin Show Nude Ecstasy. Два металлика, которые называются Bronze Solaris и Cosmic Bloom. Один триохром под названием Blitz Sextreme. Далее в этой палетке мы видим два дуохрома под названием Astral Venetian Orchid и Astral Amethyst Moon. Последнее это Gleaming Metallic. Я так понимаю, это очень блестящий металлик, и он называется Bronze Desire. Немногие поняли, зачем в этой какой-то такой розоватой палетке вот этот желто-песочный оттенок, но, видимо, она его сюда положила, чтобы сделать ее более интересной, как мне кажется. Сегодня я смотрела обзор Michelle Wong, и она сказала, что она была немножко расстроена, что в этой палетке всего лишь три Special Shade оттенка. То есть обычно, я так понимаю, она кладет четыре Special Shade оттенка, но в этот раз всего лишь три. И я как-то об этом не подумала, потому что я изначально подумала, что, наверное, это Special Shade. Потому что, вот, кстати, этот оттенок мне очень понравился. В общем, я не знаю, если вы думали, что здесь будет четыре оттенка Special Shade, то нет. Здесь только три их, но, в общем, спасибо хоть и на этом. Кажется, в палетке, да, в палетке Divine Rose 2 здесь и четыре штуки. Раз, два, три, четыре. Также, ребята, я хочу зачитать вам, как Пэт описывает эту палетку на своем веб-сайте. Десять космических кремовых пигментов от радужного аметиста и солнечной бронзы до шокирующего розового-кораллова. Шесть футуристических отделок. Бархатисто-матовый, завораживающий металлик, сияющее мерцание, изменяющий сознание, доохромное сияние и трансцендентный триохром позволяют вам сиять, тлеть и формировать свой образ в галактике образа. Все эти оттенки созданы со специальным использованием технологии нового поколения, которые обеспечивают плавное смешивание и исключительную стойкость для любого тона кожи. Мне кажется, это просто звучит шикарно. Итак, о палетке мы поговорили, она сделана в Италии. И что мне еще показалось интересным, это то, что срок годности именно этой палетки составляет 18 месяцев, тогда как палетка Divine Rose 2 у нас годна в течение 12 месяцев. Последнее, что я купила, я покажу вам это перед тем, как мы будем делать макияж, это вот такая волшебная палочка, она стоила 32 доллара. Я покупала это в сети, в сети, естественно, все всегда дешевле стоит. И когда я делала свочи этой палетки с использованием этой волшебной палочки, я поняла, что он как-то действительно делает так, что моя кожа, она охлаждается, у него такой охлаждающий эффект, это круто. И да, вот мы поговорили о палетке, теперь давайте перейдем к нашему сегодняшнему макияжу. Я хочу, скорее всего, сделать парочку макияжа, потому что я точно знаю, в прошлый раз, когда я делала макияж этой палеткой 6 месяцев назад, я всего лишь использовала там 3 оттенка. Это как бы вообще неприемлемо, когда дело касается палеток Pat McGrath, поэтому давайте уже приступим к нашему макияжу. Так, я буду использовать свой праймер от Urban Decay, Potion Primer. Когда я смотрю на эту палетку, мне очень нравится тот факт, что есть из чего выбрать, когда дело касается матовых оттенков, то есть есть хороший светлый оттенок, темненький и самый темный получается. Самое главное, конечно, шиммеры. Их здесь достаточно, чтобы сделать образ, соответствующий вашему настроению. Я, скорее всего, хочу начать с вот этого пыльно-розового оттенка, называется Secret Addon. Очень красивый оттенок, такой милый, девчачий, мне очень нравится. И я возьму кисточку от Refere под номером 27 и просто сделаю это такой рамкой на моем веке. Это будет как такой базовый оттенок. Как-то очень красиво смотрится. В принципе, у Pat McGrath всегда очень хорошая формула ее матовых оттенков. И это как раз-таки тот случай. В принципе, да, мне нравится, как это смотрится. Очень такой красивый базовый оттенок. Круто. Теперь я хочу, скорее всего, взять вот этот... Какой же я хочу оттенок взять? Наверное, я хочу взять вот этот яркий оттенок. На камере он смотрится не очень яркий, но в жизни он гораздо ярче. Это нужно иметь в виду. Я возьму кисточку от Refere под номером 01. Я просто немножко нанесу этого оттенка в зону затемнения. Вау, кстати, очень даже красивый оттенок. Мне нравится, как он смотрится. Да, в принципе, наносится он хорошо, растушевывается он также хорошо. Я немножко растушую и той же самой кисточкой от Refere номер 27. И далее, наверное, я хочу взять немного вот этого оттенка темненького и немного затемнить вот эту зону. Вау. Он, конечно, очень-очень пигментированный. Вау. Я этого не ожидала, если честно. Но я думаю, этого достаточно, потому что я не хочу делать слишком активный такой макияж с акцентом в зоне затемнения. И немножко растушую и той же самой кисточкой. Оу, боже, вот это гром. Красиво. Теперь давайте пробуем какой-нибудь Shimmer или Special Shade. Честно, выбор большой, даже не знаю, что использовать. И, наверное, я все-таки хочу начать вот этого оттенка, который называется у нас Cosmic Bloom. Наверное, на середину века. Очень симпатично смотрится. Мне нравится. Хоть, наверное, это не самый мой любимый тип оттенка от Pat McGrath, но все-таки, да, он смотрится красиво. Что еще сказать? Давайте пробуем теперь наш Special Shade. Такой розоватый, фиолетово-розоватый, я бы сказала так. Чувствуется как, знаете, какой-то склеенный глиттер. То есть они не ощущаются такими мягкими. Я не знаю, были ли они всегда такими глиттерными или только в этой палетке. Очень интересно это будет узнать. И давайте нанесем это вот сюда. Это то, почему я обожаю Pat McGrath. Вот именно из-за ее Special Shade, понятное дело. Этот оттенок, он очень хорошо осыпается. Я ничего не делала. Я просто нанесла его на века и тогда у меня все здесь уже под глазами. Вау, потрясающий оттенок на самом деле. Он реально ощущается как глиттер склеенный. Это странно или нет? Это очень красивый Special Shade. Мне кажется, вот этот фиолетовый оттенок, он один из самых красивых в этой палетке. И это мой стиль, определенно. Вот такие какие-то фиолетово-розовые оттенки. Иногда на это есть настроение, правильно же? На этом левом глазу я сделаю макияж использованием этой волшебной палочки Intensifier. И мне кажется, все-таки я хочу нанести этот Intensifier на, наверное, на весь глаз сейчас. Потому что она говорила, на сайте написано, что можно использовать вроде как и под матовые тени, и также под шиммеры. Кстати, очень интересный факт, наверное, вы уже об этом слышали. Но механизм этой волшебной палочки, он очень интересный, потому что вы можете очень легко выдавить лишнее. Поэтому она сделала очень интересный механизм. То есть вам нужно реально сделать раз 10 или 15 нажать на этот механизм. Только потом вы увидите хоть что-то из этой волшебной палочки. Поэтому это нужно иметь в виду. Сейчас я действительно чувствую, ощущаю эту прохладу, которую дает эта волшебная палочка или Intensifier. Знаете, ощущение как какой-то вазелин, я бы сказала так. Этот Intensifier сделан в Корее. Да, не в США, в Корее. Интересно. И да, давайте сделаем то же самое на этом глазу. Мы начнем, естественно, с вот этого красивого розового цвета. Эти тени определенно ложатся более мягко. Кисточка как будто бы скользит, вот как по маслу. Чувствуется, что работать легче. И дальше мы возьмем, естественно, наш светлый оттенок. Найдем его вот сюда, в складку века. А, мне кажется, определенно это дает больше пигмента. И последнее я хочу взять вот этот темненький оттенок под названием Extreme Plum Noir. То есть оттенок сливовый. Возьму ту же самую кисточку от Raffer под номером 27. И постепенно начну притушевывать и растушевывать. Потому что этот оттенок, он определенно может лечь пятнами. Хоть это вроде тени под Маград, да. Но все равно темные оттенки, они имеют свойство становиться более темными. Я возьму вот опять же этот оттенок. Называется он у нас Cosmic Bloom. И я нанесу, естественно, интенсифайер на ту часть, куда я буду наносить этот оттенок. Именно вот сюда. О, вау! Это смотрится интенсивней. Ощущение такое, что определенные эти тени гораздо плотнее смотрятся, чем без этого интенсифайера. На самом деле я бы нанесла вот сейчас этот шиммерный оттенок и все. Настолько мне нравится, как это смотрится с интенсифайером. И я возьму этот Special Shade под названием Astral Venetian Orchid. О, видите, все равно эти оттенки, они осыпаются. Как бы не важно, что ты делаешь. Хотя, возможно, если я буду кистью наносить это, то этого не произойдет. Окей, что-то я об этом не подумала. Я извиняюсь, ребят. Окей, я возьму кисть от Ruffer под номером 02. Но вот другое дело кистью это все гораздо-гораздо лучше наносится. Да, мне нравятся кисти гораздо больше, если честно. И немного наверх я, так сказать, эту растушевку выведу. Прикольно. Мне нравится, как это смотрится, если честно. На дискотеку с таким макияжем точно будет очень кстати пойти. Сейчас, ребят, мне нужно ваше мнение. Какой глаз выглядит лучше? Тот глаз, где мы использовали подложку, наш интенсифайер, или глаз, на котором мы не использовали ничего, только праймер? Дайте мне знать. Мне кажется, смотрится почти одинаково. То есть, как будто бы разницы особой нет, но она все равно есть. Если присмотреться. Теперь у меня на глазах только консилер остался, потому что я стерла свой первый макияж. Для следующего образа я хочу, наверное, взять вот этот такой яркий-яркий оттенок. Называется он у нас Shock Wave. И я нанесу его на все века. Это будет наш, скорее всего, единственный такой яркий оттенок в этом макияже. И для этого лука я хочу взять оттенок под названием Bronze Desire. Очень красивый такой оттенок бронзы. Мне нравится. И просто нанесу это на все века, наверное. Хотя этот оттенок, он не очень хорошо идет с этим ярким оттенком. И возьму далее вот этот Триохром под названием Blitz Sex Stream. И нанесу его вверх этого. Ощущение такое, что они почти идентичны по пятовой гамме. Мне кажется, реально, этот оттенок, он такой же бронзовый, но в нем этот Триохром есть. То есть это как бы почти один тот же оттенок. Вот сейчас видим Триохром этот. И я просто растушую это. Это обычная кисточка синтетическая. Это определенно не мой самый любимый лук, который я создала, используя эту палетку. Но это смотрится красиво. Да, смотрится красиво, но мне кажется, это какой-то странный макияж очень. Окей. Давайте пойдем дальше. Для нашего следующего лука я хочу взять вот этот, опять же, милый розовый оттенок. Я хочу нанести его на все века. Теперь я хочу взять свою волшебную палочку от нашей Pat McGrath и нанести это, опять же, на то, что у нас уже есть на веке, на эту розовую базу. Я хочу попробовать этот красивущий белый оттенок под названием Skin Show Nude Galaxy Ecstasy. Извиняюсь, Skin Show Nude Ecstasy. Хотя этот оттенок Pat McGrath говорит лучше наносить для того, чтобы подсветить либо уголок глаза, либо под бровь. Но я решила нанести его вот на эту часть, чтобы посмотреть, как он смотрится с пользованием нашей волшебной палочки. Идеальный оттенок для повседневного макияжа. Он отлично будет сочетаться с любыми оттенками в этой палетке. И далее я хочу взять этот красивущий оттенок. Посмотрите на этот пигмент. Мне очень сильно нравится этот переход от такого серебристого оттенка. И тут раз, и такой красивый оттенок бронзы. Так смотрится наш второй образ. Я пока еще не сделала никакие реснички, чтобы показать вам, как это все смотрится без окрашенных ресниц, потому что это может помешать восприятию этих теней. Честно, пока что мне не очень прям себе нравится то, что у нас сейчас получилось. Поэтому предлагаю сделать что-то более оригинальное и классное. Для следующего образа я решила взять вот этот розовый оттенок, нанести его на все века. Это будет опять же нашей рамкой. Дальше я хочу взять вот этот оттенок. Хочу нанести его вот сюда, чтобы сделать небольшой акцент. Да, мне кажется, это смотрится очень интересно. И, конечно, мы хотим поиграть с вами с Special Shades, с специальными оттенками. Я хочу начать, наверное, с вот этого оттенка. Он невероятно классно смотрится, когда ты его свочишь. И он чувствуется как клейкий шиммер, клейка основного что-то вроде того. И называется этот оттенок Astral Amethyst Moon. Я хочу нанести его вот сюда. Это будет наш самый темный оттенок в этом макияже. Красиво смотрится. Очень такой интересный оттенок. Кстати, Pet рекомендует наносить эти оттенки с использованием как раз-таки нашей волшебной палочки. Intensifier или с использованием мокрой кисти. То есть тут либо то, либо то. Если, допустим, решить не покупать Intensifier. Да, мне кажется, все-таки с Intensifier это смотрится чуть более интенсивно. Далее я хочу взять этот красивущий оттенок. Special Shade под названием Mastral Finition Orchid. Я нанесу его на внутренний угол глаза. Вау, конечно, этот оттенок мой самый любимый. Прям он как будто бы дохромит. Да, он как будто бы дохромит 100%. Тогда как вот этот самый темный оттенок фиолетовый, он не дохромит. И я возьму еще немного этого фиолетового оттенка. И немного рисую вот сюда. Какой интересный макияж, какой-то космический получился у нас. То же самое мы сделаем на левом глазу, но я буду использовать Intensifier. А так то же самое. Розовый. И теперь самое главное это Intensifier наш. Я нанесу его поверх теней. Очень здорово, кстати, им очищать все ненужные остатки теней. Так раз, провел и все. Главное, чтобы это, конечно, было чистым кончиком этого Intensifier. То же самое начинаем с нашего Amethyst Moon оттенка. Определенно есть большая разница нанесения этого оттенка Special Shade с Intensifier и без. Как будто бы с Intensifier он становится как бы плотнее и им проще работать. Он не чувствуется как склеенный глиттер, как на этой стороне, когда я его наносила. Прям реально большая разница. И далее мы возьмем вот этот оттенок. Нанесем его вот сюда. Вау. Огромная просто разница. Белый оттенок. Нанести его в уголок глаза. Под бровь тоже. Я хочу использовать вот этот темный оттенок, смешанный с вот этим розовым. В принципе, я точно могу сказать, что у этой палетки такое интересное настроение. Та палетка, которая сделает любую девушку счастливой. Любите ли вы какой-то такой, я не знаю, необычный макияж или вы больше по классике. Мне кажется, каждый найдет в этой палетке что-то, что ищет в тенях. Вот таким образом выглядит наш какой же по счету третий или четвертый образ. Зелено мне нравится, что я вижу. Но я все-таки хочу сделать такой конечный образ, который сделает общий вывод об этой палетке. Благодаря которому я пойму, насколько эта палетка уникальна или нет. Более красочная, конечно, я буду использовать, опять же, как можно больше оттенков, сколько я могу использовать в одном макияже. Поэтому давайте приступим к этому. Кстати, перед этим посмотрите, насколько большая разница в том, как оттенки смотрятся с интенсифайром или нет. Сумасшествую, не так ли? Для нашего последнего образа я все-таки решила нанести на все век этот интенсифайр. Настолько мне понравился эффект. И я хочу, наверное, сделать макияж в розовой гамме, конечно. И я начну, естественно, с этого оттенка. Мне он очень понравился. Мне кажется, или все макияжи в этой палетке, они так или иначе смотрятся одинаково. То есть нет такого, что один макияж будет смотреться... Ну, интереснее он будет смотреться, конечно. Особенно, если вы будете использовать спешл шейдс и так далее. Но все равно гамма, которую вы получаете в итоге, она одинаковая. Но мне кажется, она более универсальная, чем палетка Divine Rose. Далее я возьму, опять же, немного этого яркого оттенка. И нанесу это вот сюда. Зануть затемнение. Я использую кисть от Raffer под номером 12. Дальше мы возьмем немного коричневого оттенка. Я же говорю, что эта палетка, она не создаст... Она не даст вам возможность создать какие-то невероятно разные образы. Потому что это одна и та же гамма. Именно поэтому, наверное, все наши образы выглядят почти одинаково. Для исключения, конечно, когда мы используем спешл шейдс. И я использую кисть от Sigma под номером E33. Немножко затемним. На самом деле смотрится чуть темнее, мне кажется. Он смотрится ближе к черному. То есть не так... Ну, может грязно он смотрится. Я бы сказала так. Я возьму оттенок Cosmic Bloom. Cosmic Bloom мне очень нравится. Оттенок хорошая пара для всех этих оттенков. Сто процентов. И немного растягиваю этот оттенок наверх. Мне, кстати, наверное, все-таки кисти нравится больше наносить эти оттенки. Когда они красивее смотрятся. И дальше я возьму вот этот красивущий оттенок, который называется Astral Venetian Orchid. Постепенно я так беру его и вывожу влево. Кажется, мне уже нравится этот образ. И я опять же возьму немного оттенка Cosmic Bloom, чтобы затемнить. Потому что все, что мы затемнили, оно, естественно, улетучилось. Вау, мне очень нравится Cosmic Bloom также. И напоследок самый темный оттенок в этой палетке. Plum Noir. Последнее я хочу взять немного розового оттенка на кисть, который я набирала самый темный оттенок. И нанести это на зону под глазами, на нижнюю часть ресничную. Оформить наши глаза. Смотрите, ребят, сколько у нас опадашек от этих теней. Если вы хотите, чтобы ваш макияж не пострадал, рекомендую вам сначала делать макияж глаз, а уже потом 10 тонн и так далее. Последнее, что я сделала для того, чтобы завершить этот образ, я взяла самый светлый оттенок Skin Show Nude Galaxy, для того, чтобы захайлайтить зону под бровью и также внутренний уголок глаза. И также я взяла этот пыльно-розовый оттенок и немного подвела им зону также у уголка глаза. И да, давайте перейдем теперь к моим мыслям об этой палетке. Что я думаю, стоит ли покупать ее или нет. Увидимся через секунду. Все, ребят, вот таким образом выглядит наш конечный образ. Мне, если честно, очень нравится, что я вижу. Такой макияж, который я бы, наверное, сделала куда-то на вечеринку или поход в ресторан. Но все равно мне палетка это понравилось. Давайте поговорим теперь о ней чуть-чуть поподробнее. Если быть честно, это моя вторая палетка от Magras. Первая моя была, которую я купила в первую в своей жизни. Это была Divine Rose 2. И мне кажется, Divine Rose 2 это тоже потрясающая палетка. Но мне кажется, Divine Rose 2 это та палетка, которую я использую, когда я хочу сделать этот розоватый макияж. Ну, макияж в розовых оттенках. И да, иногда, когда я скучаю по вот этим оттенкам, Special Shades, я использую ее. Но, так как у меня сейчас появилась палетка Hitopian, я думаю, что это будет моей любимой палеткой в данный момент. Почему? Потому что в этой палетке, как мне кажется, есть те идеальные оттенки на осень. Уже почти конец августа, потому что мне очень нравится тот факт, что в этой палетке не такие прям яркие летние оттенки. Чего не скажешь, конечно, о шиммерах и Special Shades. Но вот эти два оттенка я бы использовала каждый день для ежедневного макияжа. Мне они понравились, особенно вот этот вот розовенький, прям любовь-любовь. Этот оттенок, он хоть и смотрится таким коричневатым, вообще это оттенок бургунди. Поэтому, если я хочу какой-нибудь такой легкий розоватый оттенок, я буду использовать этот оттенок. Честно, мне палетка понравилась. Я не могу сказать ничего плохого у ней. Это качество, хорошая растушевка, это очень интересная гамма оттенков. Единственное, что меня поразило в этой палетке, ну в плохом смысле, это то, что эти Special Shades очень крошащиеся. Они осыпаются при любом удобном случае. Неважно, использовала ли я специальную волшебную палочку, да, от Подмоград. Они все равно осыпаются. Мне очень интересно, были ли у вас такие случаи, что у вас Special Shades осыпались или это только в этой палетке. Потому что я не припомню, чтобы в Divine Rose 2 это происходило. Как вы, наверное, уже поняли, мой любимый оттенок в этой палетке. Это вот этот вот, красивый Duochrome-Special Shade. Все остальные оттенки, они те самые идеальные оттенки, благодаря которым я могу создать, опять же, идеальный макияж для дневного ношения. Здорово, мне очень понравились шиммеры в этой оттенке, особенно вот этот вот, очень-очень красивый. Этот оттенок золотистый. Он, как мне показалось, слишком какой-то глиттерный. Как будто в реально склеенный глиттер, а не оттенок из палетки Pet Magrass, понимаете? Эта палетка, она хороша. Нужна ли она каждому? Наверное, нет. Мне кажется, если вы, конечно, коллекционируете палетки Pet Magrass, то покупайте ее. Вам она понравится, естественно. Но если вы можете подождать до ее скидок, то я думаю, что это стоит сделать. Потому что за полную цену покупать палетки Pet Magrass, если пласт нигде не горит, то, наверное, лучше не стоит. Лучше просто подождать и немножко сэкономить денег. Честно, я думаю, что это как раз-таки то, что я ожидала. Я думаю, что в этом запуске было больше хайпа. Было очень много хайпа. Рада, что я ее купила. Это что-то интересное от Pet Magrass, но, конечно, не что-то, наверное, чего мы все ожидали. Мы ожидали чего-то интересного. Хотя бы просто посмотрите на упаковку. Глядя на упаковку, вы думаете, что эта палетка будет какой-то необычной, красочной. Но, в общем, мне кажется, Pet сделала хорошую работу с этой палеткой. Хоть нам не доложили один special shade. Этот тоже нужно иметь в виду. И сейчас я опять же хочу показать вам бок о бок эти палетки, чтобы вы посмотрели. Есть ли разница между этими палетками. Так вот так вот. Честно, они очень похожи, но все-таки они разные. Вот. Надеюсь, что вам помог мой обзор на эту палетку Hit Open от Pet Magrass решить, для себя нужна ли она вам или нет. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом запуске от Pet Magrass. Купили ли вы свою палетку или вы пропускаете этот релиз? Будет очень интересно это узнать. Ну, а я не буду с вами прощаться. Желаю вам прекрасного настроения. Хороших выходных. Ваша Юля. Увидимся. Всем пока.